А теперь о том, что нас ждет завтра, в пятницу, 13 апреля. В студии моя коллега Екатерина Зубарева. Катя, какие завтра мероприятия? Да, привет, Света. Хочу вернуться еще раз к теме вересняков. Сегодня уже обсуждали в выпуске. Завтра снова туда приедут представители администрации. Для тех, кто сегодня не успел что-то спросить, завтра есть возможность. Есть еще возможность. В 9 утра на Приозерной, 18, они будут встречаться с журналистами. Но я думаю, что жители вересняков тоже могут подойти и задать вопросы, на которые им сегодня не ответили. Я думаю, что они должны прийти. И еще завтра же там должны начать работы по строительству наплавных тротуаров. Вероятно, жители не знали, потому что мы видели на прямом включении местная жительница. Она ничего не сказала, что завтра снова приедут. Ну и к тому же в прошлом году были недовольны тем, что тротуары строили некачественно. Да, или шла какая-то древесиня, которая, возможно, не всплывет или что-то такое. Вот завтра могут люди подойти, проверить. Завтра в 9 на Приозерной. Да, Приозерная, 18. Кроме того, завтра в Кирове стартует театральная весна. Это областной конкурс любительских театров. Он пройдет три дня. Будет он проходить в областном доме народного творчества. Всего в конкурсе примут участие 20 театров и театральных студий из разных районов области. И Белая Холуница, и Богородский район, и Мурашинский. Практически все районы представлены. Оценивать участников будет профессиональное жюри, в том числе и гости из других городов, в частности, из Санкт-Петербурга. А есть информация, что это за один день будут всех смотреть или несколько? Три дня. Три дня будет длиться. Видимо, они поделены как-то. Есть расписание какое-то. Но и все желающие могут прийти посмотреть постановки любительских театров. Кроме того, завтра, 13 апреля, в 10 часов, в Кирове подведут промежуточные итоги акции «Крупинка добра». Она организована Центром местной активности Октябрьского района. Совместно с благотворительным фондом «Поможем детям». И цель этой акции была помочь малообеспеченным семьям продуктами. Вот, видимо, завтра будут подводить итоги, сколько семей получили помощь и кто оказывал эту помощь. Интересно. Что они считать будут? Может быть, будут там присутствовать как раз представители малообеспеченных семей, не знаю, или, может быть, кто-то с ними работает. Акция уже закончилась, да, раз подводят итоги? Да, да. Но, причем, раз это промежуточные итоги, значит, еще что-то будут обсуждать. Тогда, наверное, не закончилась. Может быть, ее продляют. Может быть, да. Кто впервые слышит о такой акции, просто посмотрит в интернете, куда можно принести продукты, кто-то захочет помочь. И еще одна новость. Завтра приезжает в Киров эксперт из Японии. Пройдет лекция в политехническом в 5 часов вечера. Приедет к нам советник по Японии Ивао Ахаси. А эксперт в чем? Тема лекции «Регенерация городского пространства. Как это происходит в Японии?» Будут, видимо, обсуждать городскую структуру. И образование, получается. Да. И вот эксперт из Японии поделится опытом, познакомив слушательскую аудиторию проекта с политикой японского государства относительно успешных и неуспешных реноваций на примере города Манива. Он говорит по-русски? Как? А вот это не знаю. Это надо будет завтра узнать. Либо он приедет с переводчиком, ну, скорее всего. Потому что, ну, либо он говорит по-русски, действительно, не знаю. Но это будет известно. Вот завтра в 5 часов вечера все желающие могут посетить лекцию. Ну, сейчас тема какая-то актуальная. Буквально несколько недель назад, две, по-моему, недели приезжали архитекторы из Москвы. Мы тоже анализировали город, теперь вот эксперт из Японии, наверное, что-то грядет. И для наших общественников снова будет вдохновение придумать какие-то проекты, как преобразить Киров, наверное. Действительно. Спасибо, Катя, за информацию. Спасибо, мы идем дальше. У нас впереди спорт.